Я вам много чего интересного расскажу. Очень много. Мы ему в зубы документ на самоизоляцию. Вот я вам первым об этом сказал. Всем привет, друзья, и вы на канале Реальная Беларусь. Сегодня я расскажу вам, как работает в Беларуси режим самоизоляции. И приведу пример действия режима самоизоляции в соседней Польше. Фальшивка. Самая настоящая. Сфабрикованная в Польше. Этим роликом мы хотим вам показать только одно. IT-страна – это всего лишь чья-то больная фантазия. Это все чепуха. Которым ровным счетом никакого отношения к Беларуси не имеет. Инновации, IT-технологии, приватизации и прочее – все это понятно. Мы уже это освоили. Действия режима самоизоляции на территории Республики Беларусь регулируются 208-м постановлением Совета Министров РБ от 8 апреля 2020 года. Так, согласно этого постановления, самоизоляция – система мероприятий, обеспечивающих изоляцию в домашних или иных условиях. Лиц, прибывших из эпидемических неблагополучных стран, либо лиц, которые имели или могли иметь контакты с лицами, имеющими инфекционные заболевания, или лицами-носителями возбудителей таких инфекционных заболеваний, или лицами, находящимися в стадии выздоровления после перенесенных инфекционных заболеваний. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. На основании этого определения, лица, прибывшие из-за границы домой, попадают на самоизоляцию без больничного и без какой-либо оплаты за время проведения в самоизоляции. А это ни много ни мало – 14 дней. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Как вы думаете, самоизоляция не ущемляет ли ваши конституционные права о свободе передвижения? Напишите свое мнение в комментариях. Ну, скажи, скажи что-нибудь по конституции. Казалось бы, если человек может вас каким-то образом заразить, то правильно, пускай сидит дома на самоизоляции. Но и тут не все гладко. В 208-м постановлении допускается, согласно пункту 6.1, всем гражданам, находящимся на самоизоляции, ходить в ближайший магазин, аптеку или выносить мусор. То есть, смотрите, человек с симптомами коронавируса может пойти в ближайший магазин и спокойно там отовариться. Вот это я понимаю, самоизоляция. Распространение вирусов в таких условиях наш совет министров считает невозможным. Я не понимаю, я просто не понимаю. Помните историю про больничный и человека, который прибыл из Польши и оказался на самоизоляции? Так вот, продолжение этой истории. Как и положено, в соответствии с постановлением 208, наш член команды оказался на самоизоляции. За 14 дней изоляции его проверяли на дому 5 раз сотрудники милиции, совместно с работниками отдела здравоохранения. Люди, как и положено, приходили в масках домой к нашему герою и, разумеется, между ними был личный контакт. Домой, конечно, никто не заходил, но все же люди общались между собой на расстоянии не более полутора метра. Как вы считаете, в таких условиях можно подхватить ковид-19? Эти бедолаги, которых заставляют совершать обход самоизолирующихся людей, проходят целый список таких людей за раз. Ежедневно рейдовая группа посещает порядка 60 адресов. В общем, даже если вы и не болели ничем, то подхватить чего сможете легко. Понимаете, теперь к чему весь этот шум? Поэтому надо спокойно на это реагировать. Ну а теперь, как тот же режим самоизоляции проходит в Польше. Пересекая границу, вас направляют на самоизоляцию на 14 дней. На границе вас просят установить на телефон приложение, с помощью которого за вами будут наблюдать на изоляции. Если вы не установите это приложение, вас не пустят в страну. Кто-то скажет, так это тотальный контроль, но это не совсем так. Тут просто переживают за граждан своей страны. Если есть какая-то возможность спасти своих людей, ей обязательно воспользуются. Итак, что из себя представляет эта программа? В нее встроен фотоаппарат с GPS-трекером и ряд других функций. Эта программа привязана к вашему номеру телефона и месту жительства, указанные вами на границе. Ежедневно вам приходит SMS, чтобы в течение 30 минут через программу вы скинули свое фото и GPS-координаты. Если вы не успели скинуть данные, то тогда приезжает местная полиция проверять вас. Как вы понимаете, в Польше социальное дистанцирование работает как надо. И полиции в рабочее время есть чем заняться. У нас же бандитов ловят. Как-то своеобразно. Вы спросите у меня, а как дела обстоят с едой? Я вам отвечу. В программе для таких случаев есть функция заказа продуктовой помощи. Абсолютно бесплатно вам привезут в случае чего набор еды. Наши соотечественники такой функцией пользуются, как вы понимаете. Регулярно. Ребята попросили помощь поляков. Якобы на карантине должны снабжать людей продукцией. Смотрите, что в этой коробке есть. Я думаю, на неделю, если не на три, даже хватит. Разные тушенки, рыба, горошки, варенье, сама тушенка, шпроты. Покушать можно хорошо. И врачей можно вызвать через прогу. И статистику зараженных посмотреть. В общем, все проходит абсолютно комфортно. IT-страна должна всячески внедрять разного рода приложения в жизнедеятельности своих граждан. С целью, чтобы не допускать перегрузку отдельных видов работников, которых конкретно наши чиновники заставляют заниматься несвойственными им видами работ. Что это? Слабоумие и отвага? Или белорусское экономически-социальное чудо в перемешку со знаменитым русско-белорусско-украинским «Авось» и «Ай само пройдет»? Это родный футбол, детка. На перот, хлопцы! Друзья, если вы интересуетесь белорусским футболом и хотите знать всю правду о том, что происходит в этом виде спорта, подписывайтесь на интересный канал «Родный футбол». Ссылочку оставим в описании. Надеюсь, динозавры поняли посыл этого ролика. Спасибо за внимание. Это была «Реальная Беларусь». Артем, привет! Значит, ну, меня вообще лично, как гражданин Республики Беларусь, со всей этой ситуацией с коронавирусом беспокоят следующие вещи. Первое – это то, что власти очень долго игнорировали вообще, что у нас есть, ну, вообще этот вирус есть. Ты вспомни неоднократное заявление Лукашенко о том, что это коронапсихоз. Я коронавирус этот называю не иначе, как психозом, и от этого никогда не откажусь. Помнишь, как он там в этом хоккейной этой будке своей посмотрит, разве здесь есть вирусы там и так далее? Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. И народ чувствовал себя расслабленно и относился ко всему абсолютно наплевательски. Значит, вторая вещь, которая меня сильно беспокоит, это то, что у нас нет реальной информации, нет реальных цифр ни по умершим, ни по зараженным. Эти цифры скрываются. Если посмотреть сегодняшнюю статистику, вот, по, допустим, у нас более 26 тысяч уже зараженных на сегодняшний день будет, а у умерших 146, там, ну, напишу, 150. Если посмотреть статистику в той же, по другим странам, где примерное количество такой же зараженных, там в десятки раз больше умерших. Вот. Для чего это делается, я не знаю. Почему власти не дают настоящей, открытой информации, да? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok